Всем привет дорогие друзья, с вами Механик, сегодня у нас будет улетнейшая серия в BMG Drive. Дело в том, что молодые мажоры угнали папин гелек, потому что они еще школьники, у них даже прав нет, и несутся просто по трассе на всех парах, жесточайшим образом давят гашетку в пол, нарушают все мыслимые правила, и тут впереди оказывается, что дед на Жигуле выезжал из-за поворота, и просто-напросто его Жигуль заглох прямо здесь. Но это же Жигули, такое бывает, что же случится сейчас, как вы считаете, протаранит он его, конечно же протаранит, но какие будут последствия, маленький Жигуль шестерочка, вот такой вот, вроде в хорошем состоянии, не сильно гнилой, против мощнейшего заряда болида, вот этого вот огромного просто гелика, как вы считаете, кто окажется в более выигрышной позиции? И для того, чтобы это было еще интереснее, давайте нагоним немного страсти сюда, пишите то место, где вы сидите. У нас в Гелике есть 5 мест, плюс багажный, в который влазит как минимум 3-4 человека, и у нас есть Шаха, в который 5 мест, с трудом садятся 5 человек, и есть также багажный, ну может быть еще и крыша, типа багажный, представьте, что есть на крыше. Пишите, ребята, куда вы садитесь в этом страшном просто ДТП, и давайте посмотрим, чем же это закончится. Скорость, напоминаю, 200 км в час! Обалдеть просто! Если честно, я думал, что... Я думал, что... А тут и Гелику конец, вы посмотрите. А Гелику реально просто конец, вот это салон, ребят, вот это салон Гелика. Вот. Тут все, ребята, это все, это финиш. Мы сейчас попробуем отъехать на Гелике. Он не едет, потому что у нас, скорее всего, сломало кардан. Давайте теперь как спасатели просто растащим это все дело назад. Если это получится, конечно, сделать. Так, у нас... Не получается пока это... Ох, что-то произошло, что-то случилось. Что-то произошло, ребят, я... Я пытаюсь просто максимально все дело растащить, но... Мне не получи... Ох ты! Разбираем Гелик, короче. Да. Не получается Гелик разобрать. Давайте мы его восстановим. И посмотрим, что же стало с Шахой. Ну, тут просто Шаха превратилась в банан. Ее максимальным образом смяло. Просто максимально жестко. Вы только гляньте на это. Здесь очевидно, что... Ну, наверное, может быть, только вот этот человек выжил. Ну, кстати, пассажир тоже может быть. Но вряд ли, потому что здесь просто стойка. Стойка ушла. Вот эта серединная боковая стойка. Вы посмотрите, где она находится. Вы же видите, что она просто ушла до пассажира. Вот она находится где. Это жесть. Это жесть. Насколько же небезопасная машина получается, да? Но. Сейчас это было у нас как бы столкновение боковое. Я предлагаю вам сделать лоб в лоб. Интересно будет лоб в лоб. И еще, наверное, взад мы въедем. Так, давайте протестируем то же самое. То есть та же скорость примерно будет 200. Ну, гелик быстрее же не поедет. Ох, ребятки. Ох, ребятки. Это все непросто. Я колесо пробил на гелике, прикиньте. Ну, все. Мажоры пробили колесо на гелике. Не знаю, скорость от этого пострадает или нет. Я им могу так же рулить. Ничего не поменялось в рулежке. Ну, колесо только назад ушло. Это не страшно. Скорость 200 у нас есть. Лоб в лоб. А вы знаете, они все так плохо, ребят. По-моему, в гелике хуже ситуация, чем в шахе. Те, кто писал, что у шахи нет шанса, вы просто посмотрите, как гелик смялся и как шаха. Обалдеть. Ну, шаха крепкая, я вам скажу. Реально, вы посмотрите, гелик не на ходу. Очевидно, не на ходу. Ему просто конец. Ну, сзади все целенькое, но впереди нет. Что по шахе у нас? Просто что за франкенштейн такой? Очевидно, что у нас тоже здесь кардан сломало, потому что коробку жестко загнуло. Но здесь видно, что весь удар на себя принял именно движок. Он аж вылез сюда за пределы. Нас с капота просто теперь нет. Машина превратилась в грузовик. Я думаю, что еще будет интересно взад тоже сделать. Но, наверное, надо делать с небольшим перекрытием. Потому что я, видите, прям 100% перекрытие делаю. Нужно сделать, наверное, вот какую-то вот, типа, в одну треть, да, удалить. Попробую сейчас в бачок влететь, чтобы он потик. Ох, ребята, я не ожидал такого исхода, честно вам скажу. Я почему-то думал, что шаха будет просто разрываться геликом. То есть я думал, что гелик очень прочный. Очень просто как... Ну, я не знаю, с чем это сравнить, но я думал, что он будет гораздо прочнее. Скорость та же. На! Пипец! Он аж перевернулся. Вы посмотрите, что просто... Он же рамный. Но здесь водителю так же плохо, как и обычно. Хотя, посмотрите, крыша в целом остается практически целая. Ну, и какие-то деформации есть. Но вот шестерка. Жестко все здесь. Жестко. Вот так смотришь, типа, ну, целая практически. А тут смотришь, все, нету шахи просто. Очевидно, что шаха достаточно прочна. Ну, как бы, я думал, что не настолько прочная она будет. Но мы сейчас ее поменяем на что-то другое. У нас есть приора. Давайте пойдем вот так вот по этому списку. У меня есть несколько советских машин, которые мы будем с вами тестировать. Приору мы, наверное, возьмем, типа, стоковую. Цвета, я не знаю, поменяется, нет. В любом случае, мы его сможем сменить сейчас на белый какой-нибудь. Мне нравится, как здесь белая приора выглядит. Поэтому поменяем цвет, пожалуй, на белый. И мы посмотрим сейчас, что же произойдет с приорой. Насколько она прочна. Гелик. Старт просто с ланча. Максимальное ускорение. Скорость 200, мне кажется, достаточно для того, чтобы вообще в целом затестировать. Ух, мне прям... Мне страшно. Мне страшно. И не знаю, что будет сейчас. Поэтому, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, кто... Кто кого сейчас... Ребята, скорее пишите в комментариях. А вы можете не успеть. Просто вы посмотрите. Это случится прямо сейчас. Это... Это жестко будет, я вам сразу говорю. Скорость 204. Я как раз сейчас на финише отпустил газ. Гелик, он, видите, задранный вперед. Это, кстати, новый же гелик, да? Или старый? Я не понимаю. Это, типа, морда вроде как от нового, но, походу, это старый гелик. Да, слушайте, это старый гелик, а морда просто от нового стоит. А я обманулся. Я думал, это новый. Но ничего страшного. Мы смотрим сейчас аварию. Печальненько. Хотите прикол? Он на ходу. Он на ходу. Он на ходу, блин! Как после такого можно быть на ходу? Так. Он на ходу, ребят. Он на ходу, черт возьми! После такой ДТП-хи. Это что за зверь-машина? Я в шоке просто. А вперед он может ехать? Смотрите, он вперед может ехать. Ну, я думаю, что Приора такого нам, конечно, не позволит сделать. А, все, она мертвая просто. Ох, слушайте, она забананилась даже больше, чем Жига, чем шестерка. Реально, Приори просто конец. Реально, Приори конец. Вы только гляньте на это. Это все, ребят, это фиаско. Приора того. Отъехала, так сказать. Ну, ничего, ничего страшного, не переживайте. Сейчас мы... Насколько уже улетела она вперед, да? Давайте сейчас лобовушечку устроим с Приорой. Мне вот прям интересно. Что же прочнее? Все-таки шестерка или Приора? Вы знаете, мы, наверное, сделаем потом еще битву тазов. Так, здесь у нас будет лоб в лоб, а сзад мы с перекрытием бахнем. Чтобы одинаково уже было. Мне интересно потом сделать битву тазов. Вшатывать тазы в друг друга и смотреть, что будет. Тазы, типа, это не оскорбление для ВАЗа. Это Тольяттинский автозавод, чтобы вы понимали. Так. Ну и что, сразу бьем, да и все, да? Че тут? Че тут? Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Вот это поймал кадр, да? Улетели жестко. Вы посмотрите, насколько улетели они от этого места. Смотрим, что у нас с геликом. Гелик нет, потому что оторвало привод, оторвало кардан. И у нас коробка вон ушла куда. Мы его давайте попробуем, может, перевернуть даже. В целом... Не все так плохо с ним. Не все так плохо. А, смотрите, нет, одно колесо крутится. Одно колесо крутится. Гелик, ну, практически на ходу, я бы даже так сказал. Это я сейчас крушу так помял. Типа, у него... Ну да, водительская сиденья ушла, но, мне кажется, не сильно. А вот что приора? Приора... У нее хотя бы двигатель работает. Кстати, здесь смятие не такое сильное. Вообще, кажется так, что как будто гелик даже сильнее поврежден, чем приора. Вообще непонятно. Ну, что-то куда-то ушло, крыша вздыбалась, но... Не ясно мне. Ну, скорее всего, тут просто привода сломала, поэтому она никуда не едет. Ладно. Мы сейчас взад еще дадим ей. Вот так вот поставим, чтобы было такое же перекрытие. Одна треть, чтобы был у нас удар в одну треть. Все, попер, попер просто Гелендугин. Попер! Хорошо он идет, хорошо едет. Приятная машина в целом. Ну, здесь. Смотрите, В-12 у нас написано. Так это 65-й, значит, раз В-12. Так, сейчас главное попасть нам правильно. Посмотреть, что же будет. Скорость за 200. Попал, вроде нормально. Сейчас посмотрим по априори. Ну, удар жесткий. Опять перевернулся гелик. Вроде едет. Сейчас попробуем поставить его на колеса. Так. Да нет, да блин, дай поймаю тебя. Ну, ты что, угораешь, что ли, гелик? Алло. Алло, гелик. Алло. Да что тебя? Сейчас еще опять кардан сломаешь. Гелик, успокойся. Ты устал. Давай. О, хорош, хорош. Ну-ка. Все. На ходу, ребят. Не бит, не крашен. Смотрите. Сейчас попробую ловчнуть на нем. Ой, опять завалился. Ладненько. Что же у нас... Ну, тут жестко. Но она на ходу тоже. Причем едет даже лучше, чем гелик, вроде. Она хотя бы рулится. Ха-ха-ха-ха-ха. Вот это настоящее дерби. Да блин, бампер сломал. Наверное, в такой ситуации это не сильно критично, но... Мне очень приятно все равно. И хотелось бы ломать бампер. Но тем не менее, ребят. Вот такая вот у нас получилась интереснейшая заруба, как по мне. Я думаю, что мы еще две тачки оставим на потом. У меня есть пятнашка. И у меня есть веста, по-моему. Мы их оставим на следующий тест. Пишите в комментариях, как вы считаете, кто оказался прочнее. Гелик, шестерка или приора. На этом все. Всем пока. Пока.